Встреча была очень насыщенная. В частности, обсуждалась встреча Бориса Титова с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась перед приездом бизнес-омбудсмена в Самару. Президент дал правительству поручение работать над стратегией роста российской экономики. Это должно стать новым импульсом к развитию. Если мы не будем давать активный импульс на развитие, то в том числе не использовать государственные инструменты, которые могут нам на самом деле пополнить инвестиционным педалом и так далее, то вряд ли нам удастся вырваться вперед. Нужно будет сегодня переходить к более активной финансовой политике, к тому, чтобы сегодня государство занимало такую инвестиционную, как инвестор, в смысле помогало инвестиционным, работало как такой активный экономический агент. Одной из главных тем стала защита прав предпринимателей. В Самарском регионе этот вопрос давно в центре внимания. Так бизнесменов волнует высокая стоимость подключения к энергоресурсам. Будем более преданно позаниматься, потому что это не только для малого бизнеса. Это и союз работодателей, и с крупными предпринимателями нам жалуются, если мы пишем, что тут на данный момент слишком много монопольной власти. Самарские коммерсанты жалуются и на ограничения времени продажи алкоголя. Бизнес-амбудсмент Борис Цитов отметил, такие ограничения необходимы, если они не чрезмерные. Также обсудили судьбу рынка на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и требует больших преобразований. После общения с губернатором, амбудсмен Борис Цитов провел встречу в Самарском бизнес-инкубаторе. Там собрались больше сотни предпринимателей, политиков и общественников. Борису Цитову поступило немало предложений. Возможно ли, как инструмент, ввести в регламенты работы формирования муниципальных и региональных программ, чтобы привлекались для таких программ, таких ключевых, базовых, представителей экспертного сообщества. Бизнес-амбудсмены, торговый промышленный палат, общественный палат. Но я думаю, что мы можем здесь выстроить отношения с властями всех уровней, для того, чтобы наша экспертиза была учтена. Амбудсмен отметил, такие площадки для экспертного обсуждения проблем бизнеса необходимы в современном обществе. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Максим Гусев, События.